Друзья, если вы смотрите меня регулярно, то наверняка заметили, что на прошлой неделе не было выпуска. Да, меня, к сожалению, накрыла болезнь, поэтому пришлось этот выпуск отложить. Я уже иду на поправку, как видите, поэтому сегодня новый выпуск, и мы говорим про эмоциональное выгорание. Да, на эту тему уже много говорили на ютубе, и многие из вас знают, что это такое. Это такое крайне неприятное затяжное состояние, когда у вас нет сил, вы плохо спите, вы постоянно расстроены, у вас нет желания чем-либо заниматься, и ваша работа вас уже не устраивает. В этом выпуске мы будем искать причины эмоционального выгорания, так как это уже следствие какого-то накопившегося негатива внутри. А также поищем способы борьбы с этим состоянием и варианты выхода из тему. Меня зовут Артём Зернов, а теперь кое-что со всем. Синдром эмоционального выгорания Синдром эмоционального выгорания – это вообще термин, который был придуман всего лишь около 50 лет назад, и в английском языке этот термин звучит как burn out, ну то есть в буквальном смысле выгореть. И в первую очередь синдром проявляется в растущем эмоциональном истощении. Его сопровождает чувство безразличия, изнеможения. Человек уже больше не может отдаваться работе так, как это было раньше. У него развивается такое негативное отношение к своим коллегам, клиентам. Он начинает негативно воспринимать себя в профессиональном плане. Ну то есть, другими словами, он чувствует какой-то недостаток профессионального мастерства. И данный синдром по большей части свойственен лицам, чья работа сопровождается частыми общениями с клиентами, с какими-то переживаниями и с высокой ответственностью. Поэтому, в принципе, вы уже сейчас можете вполне оценить, находитесь вы в зоне риска или нет. Если находитесь, то обязательно досмотрите до конца. Само понятие синдрома эмоционального выгорания ввел американский, то ли психолог, то ли психиатр, в разных источниках по-разному, Герберт Фрейденбергер. И было это в 1974 году. Дядька, кстати, надо сказать, тоже не всю жизнь этим занимался. Сам он имел много рабочих мест в течение своей жизни, включая практикующего редактора, теоретика и автора. Но самый значительный его вклад заключается в понимании и лечении стресса и хронической усталости. В те годы у него была практика в одном из самых престижных районов Нью-Йорка, Верхнем Иссайде. И многие его клиенты были весьма успешными людьми, но при этом поголовно страдали от полного пофигизма или даже ненависти к своей работе. И, собственно, история этих людей, они вошли в ту самую книгу, которая сделала Фрейденбергера известным. И называется эта книга «Эмоциональное выгорание. Высокая цена больших достижений». Выпущена она была в 1980 году и стала бестселлером. Причиной эмоционального выгорания может явиться большое количество эмоциональных нагрузок. И вот те люди, которые подвержены этому больше всего, это те, кто помогают другим людям. Это всякие врачи, психологи, педагоги, социальные работники, сотрудники благотворительных фондов, полицейские и так далее. И со временем из-за эмоционального выгорания, если его не предотвратить, у них может развиться такая защитная реакция, которая еще называется профессиональной деформацией. И она будет проявляться в том, что вот эти работники будут полностью бесчувственны к своим клиентам, у них будет отсутствовать реальный интерес к проблемам. И наверняка у вас был опыт общения с такими вот педагогами, врачами или полицейскими, которым абсолютно пофигу на вашу проблему, то есть они всем видом показывают свое безразличие, но они ее решают просто потому, что это их работа. И вообще, если покопаться, то причины выгорания можно поделить на два уровня. Это психологические и физиологические. На физиологическом уровне у нас выгоранию способствует работа в постоянном напряжении, когда ты вот-вот с большим трудом завершил какую-то задачу, а уже понимаешь, что по другой задаче горят сроки. И в таком режиме ты работаешь месяцами. И организм попросту не успевает расслабляться и отдыхать. Резервы сил, конечно, у всех разные, но все равно они когда-то истощаются. И вот по истощению этих самых резервов может как раз и наступить то самое эмоциональное выгорание. Но изначально основными причинами все-таки являются причины психологического уровня. Например, неудовлетворенность результатами своей работы, отсутствие цели своей деятельности, ну и, очевидно, результаты, к которому мы бы стремились. И в этом случае мы выполняем задачу за задачей и не понимаем вообще, к чему мы стремимся. В итоге все эти выполняемые задачи перестают приносить какое-либо удовольствие, а со временем и вовсе начинают доставлять только отвращение. Организм в таком случае истощается эмоционально, и итог этого выгорания. Еще одной из причин является такое некое идеалистичное отношение к своей работе, которое, собственно, разбивается в дребезги, когда вы сталкиваетесь с суровой реальностью. И чем выше вот это изначальное ожидание, тем больше вероятность того, что вы скатитесь вот в этот самый синдром, о котором мы сегодня говорим. И если, например, вот чисто гипотетически вы ожидали, что вот наконец-то попали на работу своей мечты и будете спасать котиков и вот видеть их там ласковые мурлыкающие мордочки, а в реальности вам нужно заполнять бумажки за 5000 рублей в месяц, то вы как раз-таки в зоне повышенного риска, если вы, конечно, еще не ушли с такой работы. Но даже если вы занимаетесь любимой работой, но на вас при этом кто-то постоянно давит, то вы тоже можете выгореть. Например, вот есть у вас некий начальник, который все время напоминает вам о сжатых сроках, вот каждый час приходит, проверяет вас. И в короткой перспективе такой начальник, конечно же, он повысит шанс того, что проект будет сдан вовремя, но в долгосрочной перспективе получат невротичного сотрудника, которому будет уже глубоко до звезды на свою жизнь и тем более на работу. Теперь немножко о моем опыте. Я уже об этом упоминал в прошлых выпусках, что я на протяжении долгого времени занимаюсь веб-разработкой в своей же веб-студии. На моей ответственности лежит привлечение заказчиков, работа с ними, контроль выполняемых задач, которые делают другие ребята, а также сам процесс сдачи проекта. И как вы понимаете, сфера моей ответственности, она все-таки немного повыше, чем у обычного фрилансера. И первые лет 5-7 все было просто замечательно. То есть это та работа, о которой я мечтал, я ее создаю сам для себя, распределяю задачи между людьми, получаю интересные проекты и все в таком духе. Но со временем я все равно уже привык к тому уровню доходов, который получается при таком режиме. И потом еще, помните, был такой период, когда доллар резко взлетел, и часть работ, за которые я плачу в долларах ребятам, она резко подорожала, и это привело к повышению цен на проекты в целом. И это повышение, собственно, заметили заказчики. И чем выше цена, соответственно, тем сложнее конкурировать. Приходится все сильнее убеждать заказчиков, что, конечно, приводит к дополнительному стрессу, потому что бороться за заказ приходится сильнее. И в итоге последние 2 года, на момент записи текущего видео, я пребывал в таком непонятном состоянии, когда работа уже перестает радовать, несмотря на то, что это моя любимая работа, перестает радовать все вокруг, даже общение с друзьями уже все как-то мимо кассы. И также мне еще нужно было помогать жене с ее новыми начинаниями, потому что она ушла, скажем так, с работы, которая доставляла ей много негатива, и новые начинания пока еще не приносили денег. Но я, конечно же, не мог ее отправить, сказать, иди, работай, лишь бы ее деньги зарабатывала. Конечно же, я так не мог сделать, и поэтому все вместе, все это накапливалось и накладывало большую ответственность на меня, и в итоге из такого жизнерадостного, веселого, по большей части, человека я превратился в рефлексирующего такого зануду, который постоянно говорит про деньги, о том, что их не хватает, о том, что работа не радует, ну и так далее. И, конечно, все это не лучшим образом отразилось на личной жизни, но все же выход есть, и его не так сложно найти. И данный канал как раз-таки мне в этом помог, потому что благодаря смене деятельности я смог вылезти из этой эмоциональной ямы и снова стать общительным и жизнерадостным. Итак, друзья, проблему я озвучил. Факт наличия этой проблемы очевиден, а теперь давайте поговорим о том, как мы будем с ней бороться. Если ты устал, отдохни, да, скажешь тебе капитан очевидность, но именно так нужно поступать, если ты устал и чувствуешь хроническую усталость от своей работы. А отдыхать можно, в общем-то, по-разному. Например, можно взять более длительный отпуск за свой счет и как следует починить где-нибудь на море, или, наоборот, активно провести время, полазить по горам, попутешествовать по новым неизведанным местам. И, быть может, для вас будет вообще достаточно просто свалить на выходные куда-то, съездить к друзьям в соседний город или просто покататься по городам вашей области. Или, быть может, для вас вообще лучший отдых – это изучение чего-то нового. Но, поверьте, потраченные деньги вот на такой отдых вы сможете отбить, потому что вы будете в хорошем расположении духа. И это, на самом деле, гораздо лучше, чем если вы начнете себя глубже загонять вот в эту эмоциональную яму, просто потому, что хотите сэкономить, не хотите терять деньги. Просто посмотрите на эти деньги, как на инвестиции в ваше психическое здоровье. Если вы чувствуете, что на ваших плечах лежит огромный пул задач, конца и края, которым вы не видите, то попробуйте поговорить с вашим руководителем о том, чтобы часть задач перенести на помощника. И, по-хорошему, руководитель должен быть заинтересован в том, чтобы его сотрудники чувствовали себя хорошо. Если же в вашем подчинении есть другие сотрудники, то не нужно их загонять тоже в какие-то жесткие дедлайны, потому что вот эти дедлайны, они, конечно же, станут и вашим источником стресса. Не торопитесь сделать за неделю какой-то проект, который обычно делается за месяц. Не забывайте также обедать и делать, конечно же, все это лучше не за рабочим местом, а куда-то выходить. Это касается не только офисных сотрудников, но и фрилансеров. Например, сходите до ближайшей столовой или зайдите в кофейню рядом с офисом, потому что смена обстановки в середине дня поможет вам развеяться от такого восприятия, что день – это такой бесконечный рабочий процесс. Когда-то я услышал такую мудрую фразу, что любая стабильность – это деградация. И на самом деле эта фраза всеобъемлющая относится не только к людям, но и к каким-то более крупным сущностям, к странам и государствам. И эта фраза, как нельзя, лучше описывает необходимость постоянного развития и изменений. Если вы чувствуете, что на вашей текущей работе новых интересных задач вам уже не светит, то можете смело искать себе новую работу, либо рискуете скатиться в эмоциональном выгорании. И, кстати, когда я работал в офисе, я именно так и сделал спустя 6 месяцев, потому что первые 6 месяцев я получал удовольствие от того, что я изучаю что-то новое, мне приходят новые задачи, в них нужно разбираться, что-то делать. А потом уже я понимаю, что задачи стали одними и теми же, и я попросту начал скучать. Потом я предпринял несколько неудачных попыток общения с начальством, то есть я говорил о том, чтобы расширить мне пул задач, как-то расширить мои обязанности, но меня по итогу как-то проигнорировали, и тогда спустя 2 месяца я уволился. Тогда мне было всего лишь 20 лет, и об эмоциональном выгорании я тогда еще ничего не слышал, но вспоминая об этом сейчас, я понимаю, что поступил правильно. Друзья, надеюсь, что проблема эмоционального выгорания никогда у вас не застанет, а если уже застала, то искренне верю, что мой выпуск вам поможет разобраться с этим состоянием, благополучно выйти из него и качественно улучшить свою жизнь. Спасибо, что досмотрели до конца. Конечно же, не забудьте подписаться на канал, если вы этого не сделали раньше, поставьте лайк этому видео. А с вами был Артем Зерно, до новых встреч!